Права человека на образование, достижение проблемы, реализация. Это тема повестки дня круглого стола, которую провела общественная структура Белорусской секции международных прав человека. Программа заседания проходила в несколько этапов. Стартом послужил разговор об актуальных проблемах современного образования в Беларуси. По итогам круглого стола мы хотим принять, во-первых, проложить наши рекомендации в системе образования, общественным структурам, специалистам, рекомендации по совершенству системы образования. Среди наиболее злободневных нововведений, которые предлагают специалисты в области науки, следующее – усиление профориентационной поддержки учащимся школ и гимназий, сокращение вдвое изучаемых предметов в 10-11 классах, не связанных с дальнейшей трудовой жизнью школьника, а также изменение системы государственных экзаменов. Если мы дойдем до единого государственного экзамена, должны принимать этот единый государственный экзамен учителя высшей категории из других регионов. Это первое. Второе. В помещении должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Это второе. Третий момент. Каждому потенциальному абитуриенту надо дать возможность до пяти раз пробовать сдать ЕГЭ. Следующий очень важный проблемный комплекс, который надо затронуть – это перегруженность учеников, перегруженность студентов. Балластом лежат многие дисциплины, которые не нужны для жизни. Надо коренным образом пересмотреть содержание учебного процесса с тем, чтобы учить тому, что надо в жизни. Что касается высшего образования, здесь профессоры предлагают реформу по созданию практикоориентированного обучения. Проще говоря, именно практике учащихся должно быть уделено такое внимание, чтобы, получив высшее образование, новоиспеченный специалист не только чувствовал себя уверенно на первых порах постижения профессии, но и умел мыслить критически, предлагать новые идеи и бизнес-планы, воплощать их в жизнь. Очень важно, чтобы профессорский преподавательский состав нацеливал студентов на критическое мышление, на то, чтобы студент был новатором, инноватором в принципе, инноватором в корне, инноватором, когда готовится к семинару, инноватором, когда пишет диплом, инноватором, когда готовит курсовую работу. Эволюционные шаги по усовершенствованию системы среднего и высшего образования – тема, которая сегодня уделяется огромное внимание со стороны министерства. Наиболее ярко это наблюдается в реализации проектов, направленных на повышение качества получения образования.